Если все нормально... Ответственное отношение к собственному здоровью – залог долголетия. Для Евгения Ивановича это не дежурная фраза, а девиз, благодаря которому он прожил последние 9 лет. В 71 год Евгений Иванович с трудом пережил операцию в онкодиспансере. Его чуть не подвело сердце. Не выдержал сердце. И привезли меня сюда. Глубокая аритмия. Я тогда действительно перепугался. Довезли сюда. Здесь восстановили. И вот я до сих пор живой. С тех пор Евгений Иванович постоянно принимает лекарства. Каждый месяц дает анализы и дважды в неделю посещает занятия лечебной физкультурой. И хотя ездить приходится через весь город с Поляны Фрунзе, где у Евгения Ивановича дом. Говорит, за эти годы не пропустил ни одного занятия по неуважительной причине. Я утром встаю, сейчас головы, волосы надо растрепать, уши натереть. Я в таком возрасте, да и всем советую. Вы помоложе, хандра какая-то, вам советую. Приостали на койке, да. Вот я начинаю все эти дела с утра. И потом пошли ниже, до пяток, до стоп, да. И все надо проверять. Это примерно 50 наименований упражнения за час мы здесь сделаем. По словам медиков, внимательно следить за своим здоровьем должны не только люди в возрасте, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания. Болезни сердца молодеют. Тенденция омоложения сердечно-сосудистых заболеваний, она в самом деле прослеживается на моей жизни. Я здесь работаю, правда, уже достаточно много, 40 лет. Но когда я пришел сюда, это был далекий, допустим, 85-86 год, пациент с инфарктом миокарда моложе, допустим, 45 лет, это была такая редкость, на которую приходили смотреть весь персонал больницы. И сейчас у нас в отделении в редкий день не поступает пациент, значимо моложе 50 лет. И как бы банально это ни звучало, к сердечно-сосудистым заболеваниям приводят курение и чрезмерное употребление алкоголя. А причина того, что все чаще инфаркты и инсульты случаются у молодых – малоподвижный образ жизни. Сдвиги, они связаны с развитием определенных цивилизационных вещей. Мы становимся менее активны, мы становимся менее подвижны. Мы очень много проводим в малоподвижном виде. У нас очень здорово сместился акцент в питании, стало доступно питание, оно перестало быть вещью, которую надо всерьез зарабатывать. То есть оно настолько как бы стало дешево, доступно, и человек, большей частью, практически не может себя ограничить. Впереди новогодние праздники, врачи говорят, несмотря на эйфорию, в этот период нельзя отказываться от приема лекарств, если они назначены на постоянной основе. Да и тем, кто не жалуется на здоровье, злоупотреблять майонезными салатами, жареной пищей алкоголем не стоит. У нас существует определенная умеренная доза, которая вполне разумна пациенту с тем или иным нашим диагнозом. Бокал сухого вина – это абсолютно не запретная, так скажем, тема на сегодняшний день, поэтому нет никаких жестких ограничений, которые говорят, нет, вы сегодня не должны принимать. Конечно, Новый год – это всегда, прежде всего, принцип разумности должен присутствовать, как в еде, так и в выборе алкогольных напитков. А в случае, если вы почувствовали боли в груди, которые длятся не менее 10 минут, нужно сразу же обращаться к врачу или вызывать скорую. Виктория Шарой, Николай Сидоров, События.